Медиа-неделя, новый Узбекистан, новый взгляд. Это десятки конференций, мастер-классов, показов, фильмов, фестивалей, творческих встреч, форумов, презентаций. О том, что приготовил для гостей второй день масштабного ивента Дельфуза Мадаминова. Продолжается неделя, которая насыщена на события, и она сама по себе большой информационный повод. Творческая атмосфера здесь повсюду. Во дворце развернулась настоящая школа журналистики. Общение о важном проходит параллельно сразу в нескольких залах. Как работать с информацией, какие тренды диктует современная реальность, каковы новые методы и подходы работы в сфере масс-медиа. Обо всем и по порядку в ходе круглых столов и конференций, которых, к слову, в течение недели будет десяток. А еще мастер-классы и специальные презентации. Дискуссии и тренинги ведутся с самого утра. Среди спикеров известные представители отечественных и зарубежных СМИ. Среди участников молодежь, студенты вузов, начинающие журналисты, для которых мир информации только открывается. Я здесь как журналист российский с 15-летним опытом. И моя задача поделиться этим опытом со студентами, с ребятами, которые выбрали в качестве своей будущей профессии журналистику и все, что с ней связано. Я постараюсь в такой короткой и понятной форме, главное не только в теории, но и на практике, объяснить, чем новости отличаются от событий, как сделать из любого события достойную новость, как это правильно преподнести, при помощи каких инструментов, как это сделать, самое главное, грамотно и по принципам журналистики. Предпочтение у этих молодых людей, многие из которых только на первом курсе, уже сформировались. Какое направление журналистики выбрать, они знают определенно. Телевидение, радио, пресса или же информационное агентство. В свою очередь, неделя представляет все сегменты медиарынка. И каждый имеет возможность закрепить свои знания и навыки по интересам. Мне больше интересна телевизионная журналистика. Сегодня я посетил мастер-класс одного из представителей российского канала. Было очень интересно послушать его лекцию. Мы изучали методы идеального репортажа, того, как следует придерживаться каких правил начинающему репортеру. Я думаю, для меня это, несомненно, какой-то опыт, какое-то представление. Так я рад, что проводятся такие мероприятия. А это уже мастер-класс от немецкого специалиста. Новый Узбекистан, новый взгляд. А то, что он оцеленный, можно понять по заинтересованности в глазах молодых журналистов, которые стараются уловить каждое слово и мысль профессионалов. А такой открытый формат встречи содействует их творческому развитию.